Какие наушники купить? Стереозвук – основа выбора. Как выбрать наушники? Что главное нужно знать про звук в ушах? Почему не бывает идеального выбора? Чем вообще они отличаются под стереозвуку? Давайте разберёмся. Меня зовут Олег, здесь Фавионыч. По своей основной профессии я аудиоинженер. Более 20 лет занимался продажами и инсталляциями аудиосистем. Свой опыт я передаю на этом канале. Поскольку многие люди впервые сталкиваются с выбором, качественной аппаратурой для воспроизведения музыки или совершают одни и те же ошибки, я решил осветить здесь свой путь к заветной аудионирване. Чтобы не тратить годы жизни и круглые суммы на эксперименты с аппаратурой, в моём телеграм-канале я провожу индивидуальные консультации. Записаться можно там же. Ссылка есть в описании канала этого ролика и в описании. Вместе мы создадим качественную музыкальную систему, которая будет радовать вам многие годы. Итак, стереонаушники. Я не стану глубоко погружаться в особенности восприятия звука человека. Эти исследования я проводил при защите своего диплома по системам подобия в аудио на кафедре акустики. Самое важное, то, что вам необходимо понять, это то, что... Первое. Восприятие звуковой картины что в наушниках, что через акустические системы, или в живую, когда вы слушаете на природе живые звуки, ну, в жизни, как говорится, отличается у разных людей на несколько порядков. Да ты с ума сошёл, Фавионыч! Какие порядки? Всё описано в пару сотен лет уже как? А 20 герц, а 20 кГц? Если совсем молодой, ушастый, как я. Максимум, что нужно знать, это кривые равные громкости и чистить уши по утрам или вечерам. Привычка вторая натура, как говорил тот, который в ванной сидел. Это говорил Аристотель, а не Рахамед, ума. Я же хочу, чтобы вы подумали над словами другого психолога. Чем больше привычек, тем меньше свободы, говаривал он. Сводя постепенно со ступеньки на ступеньку, с лестницы восприятия, привычку, всё упрощать, осуждать и сравнивать, мы сможем спустя время начать всё-таки подниматься вверх, как в уровне восприятия звучания системы, так и в более важных вопросах для человека. Если, конечно, он человек. Хватит ума напускать, Фавионыч. Подумает, что ты политикан какой-то или дилетант ещё хлеще. Нам нужны потребительские свойства, а не психологические ужинки и прыжки. Ладно, уговорил ума. Первое. Время. Сколько часов или минут вы проводите в наушниках? Если вы не оператор ударного инструмента или штамповочного станка, или прочих мест, где наушники – средство защиты от шума, приводящего к профессиональной глухоте за несколько лет, то первый вопрос к себе вы должны задать такой. Сколько времени я слушаю музыку в наушниках? Это очень важно, друзья. Это к чему? Какая разница при выборе, Фавионыч? А к тому ума, что несмотря на технологическое развитие материалов магнитной системы, внутриканальных арматурных наушников, вкладышей, основная нагрузка на органы внутренней слуховой системы и её элементов, а поверьте, там сложнейшая система, особенно тонких её элементов, приводит достаточно быстро её системы деградацией. Особенно, если уровень громкости высокий, и молодёжь это может почувствовать на себе. Выражается, друзья, это в том, что снижается чувствительность к нюансам в музыке и ведёт не к расширению горизонтов музыкальных жанров и стилей, а к однотипному и упрощённому повторению одного и того же, что часто ошибочно называют музыкой. Именно так, друзья. Да я с детства кайфую от металлика. Что ты тут втираешь, эстет? Вы можете это ставить в преимущество своего вкуса, но я скажу вам, что эта пагубная привычка приводит лишь к цикличному повторению звуков, приводящая в конечном итоге к состоянию, которое близко по описанию к фанатизму. Рок-н-ролл жив или мёртв? Решайте сами, друзья. Я от себя лишь скажу следующее. Следующее. Отсюда простой вывод. Полноразмерные, а это большие наушники, которые закрывают ваше ухо, наушники открытого или полуоткрытого типа лучшее решение для тех, кто любит музыку. В них вы сможете проводить с музыкой многие часы, даже если вы не профессиональный музыкант, даже если вы не звукорежиссёр, или такой, например, стример, как Илья Курочкин, который, кстати, сидит в полноразмерных наушниках. И всё бы было хорошо, если бы только не будем учитывать второй принцип. Звучит он так. Место. Где мы слушаем музыку? В транспорте, дома, в периоды короткого отдыха, или во время приготовления пищи, или утренней, или вечерней пробежки, или ходьбы, или в другой какой-то ситуации, где мы периодически включаем наше устройство воспроизведения. Будь то виниловые проигрыватели, магнитная лента, компакт-диски, стриминг и прочее, прочее. Об этом я рассказывал в своих трёх выпусках про стереосистемы. Обязательно посмотрите эти ролики, они помогут вам по-другому взглянуть на систему восприятия, на вообще музыкальные стереосистемы. Первые спортивные наушники для бега выглядели как накладные, вкладные, с дужкой, которая была за шеей. Я попробовал и пользовался такими наушниками в начале нулевых. Мне вообще не понравилось, друзья. С развитием отрасли самыми популярными стали, разумеется, беспроводные и радиосистемы с протоколами Bluetooth или своей собственной радиоканальной системой. Система шумоподавления с инвертированием паразитного сигнала по фазе на выбранных частотах позволил производителям, во-первых, обеспечить комфорт прослушивания музыки в метро, в самолетах, в поездах. Кроме того, лучшие образцы позволяют проводить сеансы восстановления слуха после нагрузок вашего безумного-безумного мира шумов. Про это, кстати, я тоже записывал отдельный ролик, который рекомендую к просмотру не только поклонникам музыкальных систем и стерео, а всем людям, которые живут в этом мире. Если вы хотите глубоко погрузиться в музыкальное полотно или, как я его называю, поле, которое еще в 19 веке называли музыка, а не музыка, я предложу вам найти место в вашем городе, где смогут предоставить открытые наушники планарного, изостатического или электростатического типов в сочетании с ламповыми усилителями. Если же таких нет, рассмотрите варианты динамических акустических наушников с ламповыми усилителями. Из того, что существует, я выбираю схему на каскодных повторителей, например, такого изобретателя, как Алексея Никитина. Он долгое время работал на компанию Крик, и у него есть модель Крик СЕ. Или Анатолия Девичинского, которые выходили под брендами Past Audio или River Audio. Но ваш выбор должен основываться исключительно на вашем опыте. Вы слушаете эти наушники, поэтому вы и выбираете, что вам подходит. Тогда термины из аудиоиндустрии не смогут затуманить ваш ум, как это стало с Ума. А что со мной не так? Я все по классике. Акцепт, Слэйр, Блэк Саббат и прочие мегадеты. Я про это и говорю. Жизнь в наушниках существует, если не слушать про смерть изо всех щелей. Наушничать мы не станем, Фавионыч, про твои вкусы и философию, пока люди тебя тут смотрят. Пусть обогащаются культурно. Учение свет, а не ученых тьма. А комментаторам, кстати, Бутаферм отдельный привет и ячейки памяти от Ума, искусственного интеллекта, альфабет. Децентрализация проникла всюду, господа. Да, ты прав, Ума. Время расставляет фигуры согласно приоритетам. Третий и самый важный принцип звучит так. Не существует универсальных наушников. За свою жизнь я купил десятки разных и могу сказать, что чем больше выбор, тем лучше, Фавионыч. Нет, Ума. Тренируйте свой слух и опыт. Тогда при выборе наушников вам не смогут сесть на уши ни консультанты, ни дилетанты. И ваш случайный выбор будет всегда не случайным. Впрочем, все как у Пушкина. Слова, написанные 200 лет назад, поэта настолько емкие, что дух захватывает, что вам и желаю от прослушивания любимой музыки. О, сколько нам открытий чудных готовят просвещение дух. И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг. И случай, бог изобретатель и праздный фантазер мечтатель.